Многие боятся, что его можно чем-то проткнуть. Итак, если вы помните, все эти импланты имеют одинаковую ширину 12,5 см. Они имеют немножко разный профиль, вылет вперед. Видите, вот это идет высокий профиль, высокий профиль, средний профиль. И высокий профиль. Но, в принципе, все у нас очень даже похоже. Есть отличие на миллиметр, на два, но кардинального отличия нет. А вот по весу отличия есть. Самый тяжелый это имплант фирмы Мотива 450 грамм. Самый легкий имплант фирмы Алерган 320. Потом 335, но на коробке 305 объемом это евросиликон и 395 полетит. По упругости, как по мне, самые такие упругие это Мотива и Алерган. Более мягкие и такие домашние, натуральные, это евросиликон и политех. Как выбрать, какой лучше, честно, я даже сам не знаю. Конечно же, лучше форму держат, анатомическую придают, это именно анатомические импланты. Вот, они имеют форму капельки. И фирма Мотива, которая рассказывает, что их имплант приобретает при определенных положениях каплевидную форму. Ну, я так скажу, это такое подобие каплевидной формы. Мы плавно подошли к самому интересному, к разрезу. Вот в разрезе мы сравним, отличается ли гель внутри имплантов и отличается ли на срезе оболочка этих имплантов. Ну, во-первых, многие боятся, что его можно чем-то проткнуть. Здесь амортизация у него классная. Есть много в интернете видео, где имплант переезжает автомобилем, бросают там с определенной высоты, жуют, разрывают, что с ним только не делают. Он даже острым предметом. Я попытаюсь его проткнуть, и мы посмотрим, вытекает что-то из него или нет. Как видите, если что-то случится с имплантом, если, не дай бог, будет какая-то микротрещина или небольшой разрез, то ничего не вытекает и в ткани не проник. Вот так выглядит гель внутри импланта «Алерган». Вы видите толщину оболочки, видите, что содержимое не выпадает и не выливается. Мы продолжаем. Следующий имплант фирмы «Мотива». Как по мне, внутреннее содержимое такое же, как у предыдущего имплата. Толщина оболочки и сама оболочка, она тоже, в принципе, похожа. Такой же гель, который не вытекает, и он не будет проникать в соседнюю ткань. Следующий имплант фирмы «Евросиликон». Как мы с вами видим, такой же гель, такой же консистенции, такой же мягкости и, я думаю, такой же безопасности. Толщина оболочки точно такая же, как у предыдущих имплантов. Следующий имплант фирмы «Политех». Опять-таки, такое же наполнение, такой же гель, такой же вязкий, такой же мягкий, упругий. Не вытекает, никуда не тянется, держит форму. Подытожим. Как видим, наполнение у всех имплантов абсолютно одинаковое. Возможно, на каком-то микроскопическом уровне есть какое-то отличие, но вот так вот просто, смотря на них внутри, могу сказать, что абсолютно все одинаковое. Толщина оболочки одинаковая. Цвет геля одинаковый. Мягкость и упругость одинаковые. Поэтому отличие, ну, единственное, наверное, в наполнении, как много, так скажем, засунули туда геля, как много накачали внутрь импланта, и текстур. У мотивы, видите, она менее текстурированная, практически гладкая оболочка. У этих трех фирм, у «Алергана», «Евросиликона» и «Политеха» она текстурированная, такая как бархатная на ощупь. Поэтому в чем отличие, это уже судить, наверное, вам. Мне кажется, это больше такой уже маркетинговый ход, больше влияет реклама на клиента и на хирурга. Особых отличий я не вижу, кроме как вес импланта. Еще раз хочу напомнить, что это не рекламное видео. Я не заинтересован в рекламе. Я сделал специальный обзор, как врач-хирург для хирургов и для потенциальных клиентов или просто людей, которые интересуются эстетической медициной. Если у вас есть какие-то вопросы, на которые я не дал ответы, пишите их в комментарии внизу.